Я очень не люблю холод. Малейший сквозняк и меня тут же продувает, появляется кашель, насморк. Поэтому прекрасно понимаю недовольство людей, которые вынуждены укутываться посильнее, покупать обогреватели, чтобы чувствовать себя комфортно в собственной квартире. А виной всего, как правило, недоработки в управляющей компании. Ведь любой дом можно как следует утеплить. Здравствуйте, в эфире программа «Город доверия». Меня зовут Андрей Эйфус. Если вы столкнулись с неразрешимой проблемой, знайте, мы всегда готовы вам помочь. Сегодня в программе. Главнее всего погода в доме. Почему в подъездах жилых домов бывает так холодно? Мы цветы благоустроили подъезд, а боимся, что за ножную тоник. Понимаете, так? Тепленькая пошла. Какой температуры должна быть горячая вода из крана? Два цифровых градусника показывают приблизительно одинаковую температуру. Но она почему-то на порядок ниже, чем показывает ваша. И, наконец, кто заинтересован в том, чтобы из закрытого подвала исчезли приборы учета тепла? То есть приборы были вот прямо на этой стене? Да. Управляющая компания хочет нас заморозить. Жалуется в город доверия житель района Южная Тушина Павел Старовойтов. Москвич утверждает, что каждую зиму в его подъезде становится все холоднее и холоднее. Да, и в квартире, по его словам, температура горячей воды ниже нормы. Павел Старовойтов – хозяйственник по призванию. Большую часть жизни мужчина трудился завхозом в крупной фирме. Отвечал за бесперебойную работу 28 офисов одновременно. А как вышел на пенсию, решил взяться за проблемы собственного дома и возглавил домсовет. То ли в шутку, то ли всерьез, наш герой говорит, что отстаивать интересы своих соседей ему помогает фамилия. Она двойная. Стар и Войт, то есть пожилой деревенский староста. Может быть, это как-то и повлияло на то, чем я сейчас замениваю. Хозяйство нашему старости досталось непростое. Дому больше 40 лет. Капитальный ремонт не проводился ни разу. Но Павел использует все возможные средства, чтобы привести в порядок уверенное ему имущество. Пишет жалобы всевозможным чиновникам. Обращается и в префектуру, и в прокуратуру. За два года добились, наконец, у нас во дворе, на нашей прилегающей территории, убрали лужу многолейкую. Удалось установить в четырех подъездах шестиподъездного дома пластиковые окна. За два подъезда мы еще боремся. Выборочный капитальный ремонт – это вообще отдельная песня. Нам сначала выделили полтора миллиона рублей. Мы возмутились, нам увеличили сумму до трех с половиной. В результате сделали снова не все. И снова продолжается борьба. В общем, покой нашему герою только снится. Бороться Павлу приходится с управляющей компанией ГБУ «Жилищник» района Южная Тушина. Именно она обслуживает дом номер три по проезду ДОС-флота. И что интересно, чем больше наш герой изучает вопросы управления домом, тем больше нарушений со стороны «Жилищника» он обнаруживает. Температура для всех систем водоснабжения горячего в Москве, и я думаю, что и в России тоже, установлена от 60 до 75 градусов. По причине, что до 60 градусов, если температура не достигается горячей воды, размножаются бактерии определенного типа, которые, естественно, влияют на состояние, на здоровье человека. Павел решил проверить температуру воды и даже купил специальные цифровые термометры. Результаты его даже не удивили. В настоящий момент температура не дотягивает до нормы установленными правилами доставления услуг номер 354, где-то около 10 градусов. Но бывает еще температура еще меньше. До 48, до 45 доходит. Вот так нас обслуживают. Это нарушение, на первый взгляд, не кажется серьезным. 48 градусов. Не кипяток, конечно, но вода все же очень горячая. Только, по словам Павла, в таких условиях жителям приходится тратить больше воды, а значит, больше платить. На жалобы по поводу недогрева в управляющей компании внимания не обращают. Но это еще не самое интересное. Недавно Павел и его соседи обнаружили, что за отопление квартиры подъездов жилищник тоже начал собирать огромные суммы. В 2014 году, с января месяца, в нашем доме, и думаю, что не только в нашем, были увеличены платежи за теплоснабжение. С однокомнатной квартиры увеличение платежей составляло около 300 рублей, с двухкомнатной – 500. При выяснении ситуации, почему это все произошло, выяснилось, что домовые приборы были с дома демонтированы. Куда делись счетчики? Неужели их кто-то украл? Председатель Домсовета поставил на уши все службы. Однако найти тех, кто их снимал, не смог. По слухам, счетчики просто были неисправны. Они были просто демонтированы, а нам стали начислять платежи по нормативу. А норматив, извините меня, выше крыши. Самое интересное, несмотря на огромные счета за отопление, в подъездах ужасно холодно уже сейчас. В подъезде физически ощущается холод. А нам заявляют, что колориферы и конвекторы, которые установлены здесь, соответствуют полностью всем техническим характеристикам и поддерживают нормальную температуру в подъездах. По нормам температура в подъездах должна быть не ниже 14 градусов тепла. А в этом доме зимой она опускается ниже нуля. Жители говорят, дом строили по чехословацким чертежам. И для нашего климата такие вот стеклянные оконные витражи не очень-то подходят. Окна, тоже холодно. Мы цветы благоустроили подъезд, а боимся, что замерзнут они. Понимаете, как? Это тоже неправильно. Одним словом, к содержанию дома у Павла масса претензий. Только письменных обращений. В различные инстанции за два года своего председательства наш герой написал не меньше двухсот. Отвечать отвечают. Да вот дело с места пока не трогается. Город доверия решил разобраться почему. Сегодня Павел Старовойтов в нашей студии. Давайте его поприветствуем, Павел. Рад вас видеть. Давайте слово пожилой староста заменим на мудрый староста. Хорошо? Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы понять, почему же в вашем доме столько проблем. А помогут нам в этом эксперты. Спешу вам их представить. Итак, Светлана Ушакова. Первый заместитель директора государственного бюджетного учреждения «Жилищник» района Южная Тушина. Александр Федоров. Ведущий специалист инспекции жилищного надзора по северо-западному административному округу Москвы. Александр Кукса. Технический директор независимой экологической экспертизы тест-эко. Виктор Федорук. Высший эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского общественного движения за права человека. Руслан Ферзаули. Заместитель Тушинского межрайонного прокурора города Москвы. Еще я хотел бы поприветствовать актера Михаила Мамаева. Недавно он был героем одной из наших прошлых программ. Тогда город доверия помогал ему добиться взаимопонимания с управляющей компанией его дома как раз по вопросам работы отопительной системы. Итак, он у нас в студии. Ну что же, начнем наш разговор. Павел, а давно ли вы заметили, что горячая вода в вашем доме получается не очень горячей? Это выяснилось не так давно. При изучении детальном 354-го постановления правительства Москвы и приложении к нему, мы установили, что оказывается должно быть не менее 60 градусов. Нам же всегда говорили о том, что температура должна быть 50. Это подтверждение было от эксплуатирующей организации нашей. Изготовители и подготовители этой горячей воды, уменьшая температуру, заставляют нас платить больше за нее. Это каким образом, подождите? Ну, представьте себе, 60 градусов, вы наливаете в ванну 60 литров воды. А 50 градусов, чтобы иметь ту же финальную температуру воды в ванной, вы должны налить уже 70. Да, а горячая вода очень дорогая. А вы платите за кубометры, естественно, вы платите больше. Светлана, а действительно ли вода должна нагреваться до 60 градусов минимум? Горячая. Это действительно так. Но при этом мы же с вами разные параметры тратим в разное время года. Летом мы больше тратим холодной, потому что на улице тепло. Зимой мы тратим больше горячей, потому что на улице холодно и хочется согреться. Состояние внешнего фактора, то есть погода, тоже влияет на то, как мы потратим с вами воды. Светлана, ну правильно ли я понимаю, независимо от того, на улице плюс 30 или минус 30, вода должна быть не меньше 60 градусов круглогодично? В разборке. Спасибо. Александр, вот я, насколько знаю, что горячую воду особо тщательно от бактерий не очищают, потому что бактерии умирают при температуре 60 градусов. Справедливо опасение нашего героя, что если температура меньше 60 градусов, она может быть опасна для здоровья? Ну, не то чтобы опасна, но вредна для здоровья, она может представлять определенный вред. То есть, допустим, если принимать ванну, набранную такой водой, и у вас снижен иммунитет, например, вы уже болеете, начало эпидемии, начало зимы, то вы гораздо тяжелее будете потом болеть. Михаил, а вам когда-нибудь приходилось измерять температуру горячей воды в вашей квартире? У нас горячая вода, слава богу, всегда горячая. И более того, я, например, испытываю дискомфорт, обычный мой зимний дискомфорт от того, что очень жарко. Топят так сильно, а окна пластиковые защищают от внешнего шума, и открывать их не очень хочется. И получается, что в доме достаточно жарко. Ну и, соответственно, вода в трубах и в ванной, она тоже горячая. Александр, я вот знаю, такое есть понятие, перетоп. Вот примерно о том же сейчас сказал Михаил. Чем это грозит? Ну, это грозит только перерасходом тепловой энергии. То есть, когда температура теплоносителя достаточно большая, есть режимная карта, к которой температура должна соответствовать. То происходит перерасход тепловой энергии. Да, Виктор, пожалуйста. Это еще и залезание в кошелек жителя, потому что организм человека настроен на то, чтобы ему комфортные условия были. Это 18-20 градусов. Если у меня в квартире будет 24, я, естественно, открою форточки, чтобы опустить эту температуру до 20, но заплачу за то тепло, которое называется перетоп. Виктор, все-таки давайте о горячей воде поговорим более подробно. Может ли управляющая компания специально не догревать воду? И чем это грозит нашим жильцам? В квартирах есть счетчики, да? И они платят по счетчикам. Если в доме много еще есть квартир, в которых нет счетчиков, они платят по нормативам. И здесь делать умышленно, опускать воду, чтобы люди брали больше воды, логики тут нет. Сколько пройдет через счетчик, столько они заплатят. Компания от этого не выиграет, не потеряет. Пожалуйста, Александр. Дело в том, что мы осматривали этот дом. Там нет у управляющей организации технической возможности снижать температуру горячей воды в крайне. Потому что вода поступает из ЦТП от МАЭК, теплооснабжающей организации. И вот какая температура подается, дальше идут потери по дому определенные, но они незначительные. Поэтому здесь у управляющей компании рычагов нет. Повлиять, подогреть воду где-то, либо снизить ее температуру. Здесь с ее стороны только контроль за теплооснабжающей организацией, чтобы они подавали воду надлежащего качества. То есть все вопросы к МАЭКу получаются так? Не совсем так. Здесь есть два момента. Первое, что у собственников, у жителей договор с управляющей организацией. Именно она предоставляет им коммунальную услугу. А у управляющей организации договор с ресурсоснабжающей, в данном случае, УАО МАЭК. И вот жители определяют претензии к управляющей организации, а она, в свою очередь, к УАО МАЭК. Но это два параллельных процесса, которые между собой связаны опосредованно. Руслан, а вот жители предполагают или уверены, что вода не нагревается? Куда им жаловаться? По крайней мере, органы прокуратуры по этому поводу тоже могут пожаловаться. Потому что это, в принципе, нарушение прав и интересов жильцов. А каким образом отреагирует прокуратура? То ли это будут направлены обращения в специальный орган, который занимается, то ли мы сами своего специалиста возьмем и направим для проверки. То есть представитель в обращении говорит, что, по большому счету, управляющая компания не может повлиять на процесс. Вот обязательно жителям разбираться в этом? Или они сразу могут прийти к вам за помощью? Могут прийти к нам за помощью. Спасибо. Мы предложили нашему герою вызвать к себе домой сотрудников управляющей компании для проверки температуры горячей воды. Ведь нарушение еще нужно доказать. Какие результаты показал термометр специалистов из управляющей компании, сейчас узнаем. Здравствуйте. Замер температуры по вашему обращению. Проходите, я вызывал. Замерить температуру горячей воды в системе водоснабжения пришли подрядчики жилищника, представители компании РЭП-11. Увидев наши камеры, инженеры не растерялись. Только предупредили, что очень спешат. Такую же проверку заказали собственники еще нескольких квартир этого дома. Значит, жалоба нашего героя не вединижна. Для замера температуры горячей воды мы берем любой сосуд, эту к этому подойдет банка, элементарно. Термометр. Он исправный на жидкостные, как говорится, растворы. Устанавливаем банку в ванную. Включаем кран с горячей водой. Опускаем термометр в эту банку. На таком протоке вода и градусник должны находиться не более 10 минут. Время пошло. Так, столбик термометра растет. И вот он уже перевалил за заветные 60 градусов. А ведь отведенные на исследование 10 минут еще не закончились. Вот сейчас на градуснике 62 градуса. То есть это соответствует сам ПИНУ. Что ж, получается, система водоснабжения в норме. Недогрева нет. Инженер делает фотоотчет и составляет акт проверки. Только вот наш герой с результатами замеров, похоже, не согласен. Два цифровых градусника, на которых написано Росстандарт-тест, показывает приблизительно одинаковую температуру. Но она почему-то на порядок ниже, чем показывает ваш. Угу. Вопрос. Почему? Не знаю. Разобравшись, специалисты и пояснили нашему герою, что он просто неправильно делает замеры. Крепить датчики на полотенцесушитель не положено. Нужно измерять температуру самой воды. Но Павел все равно не согласен. Ведь вместо сертификата на градусник инженеры показывают ему только инструкцию. Это и есть сертификат? Все, что у меня есть. Извините, сертификат и указывается точность измерений и погрешности. Здесь этого ничего нет. Если вы не согласны, вы можете здесь указать. С актом я не согласен. Да, пожалуйста. Других документов вы нам не предоставляете. Пожалуйста, пожалуйста. Я так и запишу. Да, да, да. Я не согласен с или с отсутствием сертификата. Все как получится. Что ж, получается, проверка прошла, а выводы делать рано. То ли наш герой все это время ошибался, то ли у представителей подрядчика неисправен градусник. Испытать термометр у Павла теперь еще будет возможность. Великодушный инженер оставил его нашему герою на память. Пожалуйста. При проведении проверки конкретным термометром в конкретно моей квартире температура составила 62 градуса. После того, как комиссия ушла, и этим термометром, который мне любезно подарили, я снова замерил температуру. Она упала сразу на 5 градусов. Меня попросили замерить температуру на 12 этаже. И жилец квартиры 12 этажа сейчас находится здесь, в студии. Мало того, после проверки в течение нескольких дней, подаренным термометром, я конкретно замерял температуру снова своей воды. И у меня 57 градусов, а в квартире номер 286, я думаю, что жилец квартиры сама об этом скажет. Пожалуйста, передайте микрофон. Татьяна Ивановна, ясенец. У нас вода составила 55 градусов. Это же очень мало. У нас маленький ребенок, годик ему. И ходит он вечно тепло одетый. Это же неправильно. У нас очень холодно вообще в квартире. Но температура воды не повышается больше 55 градусов? Не повышается. Не повышается, да. Приходит комиссия, вода в норме. Уходит комиссия, температура падает. А на последнем этаже, как оказывается, выше 55 градусов не поднимается. Ну, во-первых, я бы, например, промониторила, какой стояк, где какая проблема. Там невозможно... Во всем доме нет горячей воды. Жители многочислено жаловались бы, во-первых, на диспетчерскую. Если есть какие-то проблемы по стояку, нужно как доктора проверить. А может быть, у кого-то теплые полы включаются. Согласитесь, что есть такие перепланировки? Есть переоборудование системы, в том же нанесённое изменение полотеносушителя, которое влияет на ту же подачу. Надо посмотреть, как диагноз поставить по каждому стояку. Может, точку разбора, когда идёт пиковый разбор, они сделали замеры. А может быть, это утренние часы. Надо посмотреть обратку, врезанную в новый трубопрод. В пиковые часы температура должна быть ещё... А если утренний, когда разбора нет? Поэтому надо посмотреть, где происходит. Да, вот вы говорите очень важную и, на мой взгляд, ключевую фразу. Нужно посмотреть. Вот мы вас для этого и пригласили. Обещайте заняться вопросом. Отнестись прямо со всем вниманием к этому объекту. Со всем пристрастием. Прямо вот к Павлу Владимировичу приду и посмотрю. Его перепланировку есть ли она есть. Состоит ли сосуд там. Не только, а вот и к уважаемой жительнице 286-й квартиры. Маленький ребёнок. Ну, действительно, надо же как-то более подробно относиться к проблемам. Я начинал бы обследование. Прошёл, замерил. Если там температура всё-таки 60 есть градусов, 60-61, значит, нормально. Если на последних этажах менее, чем 60, а в других подъездах нормальная температура, значит, надо обследовать каждую квартиру. Не исключаю такую возможность, что хитрые люди горячую воду пускают себе на кухнях, пол делают, и она идёт сначала, пол подогреет, а потом дальше уходит. И весь стояк может посадить температуру до минимума. Потому что теплоотдача идёт, и там будет совсем другая температура. За ужином. А, Александр, такое возможно? Ну, это, конечно, возможно. Во-первых, начнём с того, как правильно должно производиться измерение. Есть методические указания, утверждённые Роспотребнадзором в 2011 году, согласно которым замеры производятся в четырёх точках. Две наиболее близкие к воду в дом и две наиболее удалённые. То есть там крайний подъезд на самом верхнем этаже. И только по результатам этих замеров можно судить. Но, в принципе, подход правильный с точки зрения вычислить те места, где возможно снижение температуры, а уже искать причину. Но это достаточно тяжёлая, кропотливая работа. То есть это надо будет проверять каждую квартиру на конкретном стояке. Но она выполнима. То есть это надо заниматься. Вот тут я поправлю, это не тяжёлая работа, это обязанность управляющей компании. Это профессиональная работа. Раз в полгода сантехник обязан посетить квартиру. Он увидит, есть там разводка воды, ушла она на полы и на прочее. А дальше уже есть органы, жилищная инспекция, к которой пишется жалоба. И инспекция вместе придёт, чтобы не тянуть это, не откладывать. Приходят, составили акт, предписание. И дальше, если не будет выполнено вовремя предписание жилищной инспекции, это считайте, что вы не выполнили решение суда. Вы полагаете, Павел правильно сделал, что не согласился с актом обследования? Ну, в своей квартире, действительно, коль вы идёте замерять, так купите вы нормальный прибор и ходите с инструкцией. Да, может, там нормальным прибором и покажет ту же самую температуру. Но, понимаете, если вы идёте на контрольный замер, и вы идёте с прибором, который не обеспечен поверкой, значит, вы или хитрите, или вы безграмотны. Давайте выполнять свои обязанности правильно, чтобы не было никаких кривотоков и жителей. А теперь я хотел бы перейти к другому, не менее важному вопросу. К температурному режиму в подъездах дома номер 3 на улице Досфлота. Но прежде, чем мы приступим к обсуждениям, хочу напомнить вам одну из наших прошлых программ. С точно такой же проблемой, в точно таком же доме, мы уже разбирались год назад. Осенью мне вот глава управы вот эту пальмочку подарил. И вот я иду по коридору, там длинные, все смотрят пальму. Степану пальму приют из управы. Я говорю, да, зеленью взяла. Мы побывали в гостях у Татьяны Николаевны Степановой в январе. Тогда она срывала с пальмы увядшие пожелтевшие листья. То ли тропическое дерево не выдержало разлуки с чиновником, то ли, что более вероятно, погибло от холода в подъезде. Дело в том, что температура воздуха на первых этажах этого дома зимой едва доходила до 5 градусов тепла. Вот эта стена вся стеклянная, значит, здесь должен быть конвектор стоять уху-ху какой. И причем не один. Дом номер 34 по улице Свободы построен по точно такому же проекту, что и на Досфлота-3. Только вот здесь, для сохранения тепла, управляющая компания провела небольшую перепланировку. Заложила часть стеклянного подъезда кирпичом. Мы решили проверить, насколько эта мера помогла. По периметру всего окна температура около нуля. Дверь, соответственно, точно так же сквозит. К нижнему, вот к этому углу, добавилось еще то, что она сквозит у верхнего угла. И температура воздуха, соответственно, тоже на порядок ниже от полутора до двух с половиной градусов. Измерить температуру у окна или у двери обычным термометром невозможно. Но есть прибор, который помогает увидеть тепло. Тепловизор преображает температуру в цвет. Красный – горячо, желтый – тепло, синий – холодно. Такую проверку лучше всего проводить посреди зимы, когда на улице постоянно держится мороз – 10-15 градусов. Ехать к нашему сегодняшнему герою с тепловизором пока рано. Но советы эксперта из предыдущей программы тоже придутся кстати. Тут надо откосы оконные как-то дополнительно герметизировать. Может быть, достаточно будет монтажной пены. Кроме утепления окон, у нашего эксперта было еще одно предложение. Поставить в подъезде дополнительный конвейт. Тогда, по его мнению, температурный режим может прийти в норму. И цветы, наконец, перестанут замерзать. И жильцы дома простывать. Температура в подъезде, в первую очередь, влияет, разумеется, на температуру в наших квартирах. Потому что человек, если в подъезде минусовая температура, человек, просто открыв выходную дверь в квартиру, полностью ее выветривает. Это влияет, соответственно, и на здоровье жильцов в том числе. В прошлый раз нам удалось достучаться до управляющей компании. Буквально через несколько дней после начала съемок, Татьяна Николаевна позвонила с радостным известием. В ее подъезде ставят дополнительную батарею. Мы решили не спешить с выводами и проверить радиаторы опытным путем. Уже через пару часов работы нового отопительного прибора, тепловизор нашего эксперта показал долгожданные плюс 16 градусов. Павел, вы же тоже были в прошлый раз у нас в студии и хорошо знаете Татьяну Степанову. А почему вам не удалось добиться нормального утопления? Как вам сказать, может быть, нам не хватает напора, может быть, нам не хватает опыта в общении с управляющими организациями и в отстаивании своих интересов. Дело в том, что нам якобы поставили так называемые конвекторы, которые в действительности оказались колориферами. А в чем разница? Температура подающего теплового агента в трубы этого колорифера должна быть выше 100 градусов. У нас температура, подающая горячего водоносителя, отопление 66 градусов, выходящая 58. Он отапливает только сам себя. Светлана, а как же получилось, что перепутали конвекторы с колориферами? Я не могу сказать. Колориферы, конвекторы. Мы написали в проектный институт письмо о том, чтобы они дали нам рекомендации, что делать с этим проектом дома, так как дом был застроен и проектирован еще в 70-е годы. В 76-й год? Да, в 75-м году этот проект был разработан. После этого проектный институт нам прислал вот такое письмо. В связи с изложенным восстановить температуру в подъезде при введении дома в отдельных конструкциях элементов в соответствии с действующими нормативами на сегодняшний год должен быть разработан проект капитального ремонта дома. В соответствии с проектом его надо согласовать с ОПО, архитектурами и со всеми остальными. И только тогда его внедрять. Нарушать законодательство, это не моей компетенции. И на сегодняшний день единственное, что он смогла сделать, я пригласила фирму, которая мне сделала расчет вот этих витражей. Но стоимость этих работ зашкалила за то, что мы можем потратить. Да, у вас есть примерная цифра. Да, у нас есть примерная цифра. На один подъезд. На один подъезд. Это миллион триста. Если даже это разбить на собственников, которые там будут жить, да, и которые согласно будут изменить эту входную группу и платить, так как это работа капитального охрана, это три тысячи в месяц. Ну, извините, вот не каждый может позволить себе три тысячи в месяц отдать за витраж в подъезде. Нам не нужны стекла от пола до потолка. В нормальных домах никто этого не делает сейчас. У нас не небоскреб. Предлагается простое решение. Нижнюю часть сделать на полтора метра кирпичной кладкой с утеплителем. Это стоит недорого. Верхняя часть делается из двойного двухкамерного стеклопакета. То есть три стекла, две камеры. Деньги на это не миллионы. Начнем мы с того, что у нас бремя содержания общего имущества в первую очередь ложится на собственников. Капитальный ремонт всегда делается за счет собственников. Это первое. Второе. В данном случае здесь речь идет о том, что необходима реконструкция входных групп. Проведение этих работ без проекта не имеет никакого смысла, да и в принципе незаконно. На сегодняшний день автор проекта дома дал ответ, который нам демонстрировали, о том, что невозможно никакими средствами, кроме как реконструкции, капитальным ремонтом, собственно, привести в норму этот режим. Поэтому здесь мы сталкиваемся с тем, что собственники управляющей организации передали в управление дома, который современным нормам не соответствует. И дальше вопрос встает о том, что не управляющая организация свои обязательства не выполняет, а то имущество, которое передали в управление, не соответствует действующим нормативам. Другой вопрос, что есть механизмы получения государственной поддержки для решения этих задач, как то софинансирование капитального ремонта может достигать до 95%. Для этого нужно принять участие в программе, то есть принять сначала решение общего собрания, а дальше уже с помощью управляющей организации подготовить пакет документов, который передается в соответствующие инстанции. Но вот все-таки я хочу более подробно остановиться на том, что должна в данном случае делать управляющая компания. Я обратил внимание, что межпанельные швы тоже в плачевном состоянии находятся, и в подъезде в том числе, оттуда просто дует холодный ветер. Вот что-то можно управляющая компания хотя бы с этим сделать? Межпанельные, имея в виду швы, значит, там есть действительно щели в дверных проемах, есть в остеклении, они должны ремонтироваться, устраняться, то есть герметизироваться двери при помощи уплотнительных резинок, либо ремонт двери. Здесь нарушение налицо. Руслан, а в прокуратуру обращались жители по поводу холода в подъездах? Нам обращался наш главный герой, это было в начале апреля текущего года. Во-первых, нарушение температурно-влагостного режима, отсутствие приборов учета тепла, а также, насколько я помню, завышение платы за тепло. Жилой инспекции вносилось представление в адрес этой организации для того, чтобы они договорились со специальным органом, который занимается вот этим температурно-влагостным режимом, чтобы они, значит, устранили эти нарушения. А когда было вынесено решение об устранении проблемы? Насколько я помню, это было еще месяца три назад. Три месяца назад? 22 апреля 2014 года. Итак, прокуратура выдала предписание об устранении нарушений еще полгода назад. Я предлагаю посмотреть, изменилось ли что-либо в доме нашего героя за это время. Мы попросили специалистов из МОЗ жилой инспекции провести повторную проверку температурного режима в подъездах. Когда я утром вышел из дома, то обратил внимание на термометр. Было минус два. Интересно, а какая температура в подъезде у нашего героя? Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Александр. Здравствуйте. Олег. Я предлагаю начать с измерения температуры в холле подъезда. По опыту нашего героя, в такую погоду подъезд прогревается максимум градусов до 8. Напомню, по санитарным нормам должно быть не холоднее 14. С верхточным прибором производим замеры. Ну, вот сейчас термометр показывает 6,8 градуса, что ниже норматива. Не просто ниже, а ниже больше, чем в два раза. Причиной тому могут быть и щели в дверях, и плохо утепленные окна. Однако специалисты МОЗ жилой инспекции говорят, даже если устранить все мелкие нарушения, теплее станет максимум на пару градусов. Проблему нужно решать комплексно. Для того, чтобы полностью выполнить утепление подъезда, дома, необходимо разработать проект со всеми мерами, где будут проектировщики, все рассчитают, и теплопотери, и все остальное. И тогда вот по этому проекту делать капитальный ремонт. На проект и последующие утепления всего дома нужны огромные деньги. Но откуда их взять? Требовать у жилищника или собрать со всех жильцов? Инспекторы успокаивают. Прежде чем хвататься за голову, надо подняться с термометром на другие этажи. Здесь совсем другое дело. Бойной контур, утепление. Температура. 19,8. Почти 20 градусов. Вот вам и разница. Но, как мы уже знаем, пластиковые окна стоят не во всем доме. В соседние подъезды с деревянными окнами мы тоже зашли. И там оказалось достаточно тепло. Но надолго ли? В мороз минус 20. Какая тебе будет? Минус 20. Ну, здесь, дай бог, будет градусов 5-6. Видимо, через пару месяцев, в пик холодов, инспекторам снова придется вернуться в этот дом с проверкой. Пока получается, что все беды местных жителей именно из-за стеклянных витражей первого этажа. А мы продолжаем ревить. Проверим, не появились ли в подвале дома теплощетчики. Нет, чуда не произошло. То есть приборы были вот прямо на этой стене? Да. И в марте месяце они еще светились светом. Вот тогда. А вот это под водкой хмин получается? Да, это то, что было обрезано. Александр, ну как же так? Значит, в Межуинспекции выведено предписание ГБУ и ЕРЦ по восстановлению прибора учета. Срок установлен 25 декабря этого года. И в настоящий момент это предписание находится на контроле инспекции. Инспектор пообещал нам, что до Нового года приборы учета в этом доме вновь заработают. Иначе ответственному за них предприятию грозит крупный штраф. Вернут ли жителям деньги, которые они переплатили за отопление – большой вопрос. Ну что же, будем надеяться, что счетчики появятся. Перерасчет все-таки сделают. И будете платить. Мы будем надеяться. Руслан, давайте еще раз уточним, что будет, если счетчики в доме нашего героя не появятся и после Нового года. Я думаю, что должностное лицо, которое допустило нарушение закона прав и интересов жильцов, будет привлечено к административной ответственности. Но буквально перед программой Павел мне сообщил, что наш рейд все-таки принес положительные результаты. Можете рассказать об этом? Да. Как раз я только собирался и вышел из дома. И выхожу, стоит во дворе газель и вынимает части домового прибора учета. Не того, который демонтировали? Нет, нового. Старый прибор учета был демонтирован по следующим причинам. МОЭК продал ДЭЗу, как мы получили информацию, неисправный прибор, в котором не было каких-то дополнительных врезок. Дело в том, что данный прибор учета находился на балансе. ГБУ и ЕРЦ – это предприятие, которое осуществляет обслуживание приборов учета в городе Москве. В связи с тем, что они демонтировали прибор учета, в сентябре этого месяца в МОЭК было вынесено предписание о восстановлении прибора учета до декабря месяца. И данное ГБУ привлечено к административной ответственности. Штрафов в размере 100 тысяч рублей. Так кто же демонтировал эти приборы? Демонтировал ГБУ ЕРЦ. И сейчас этот же ГБУ ЕРЦ восстанавливает то, что демонтировали? Совершенно верно. Они восстанавливают прибор учета, он будет восстановлен, введен в эксплуатацию. Соответственно, по истечении срока действия предписания мы проверим исполнение. И после ввода в эксплуатацию прибор будет, расчет производится по прибору учета. На ваш взгляд, сколько переплатил ваш дом за то время, пока приборы были демонтированы, не работали и где-то находились? Переплата дома в месяц со всех 286 квартир в месяц составляла 75 тысяч рублей. А с дома в год переплата составляла 900 тысяч рублей. Это только один дом. Александр, а кто будет восстанавливать эти деньги? Дело в том, что в соответствии с федеральным законом об энергосбережении, обязанность установки приборов учета лежит на собственниках. То есть они должны обеспечить установку общедомового прибора учета. Так он же стоял, его же демонтировали. Это не прибор учета, который принадлежал собственникам. Это прибор учета, установленный городом за счет бюджетных средств. Допускается в том числе финансирование городом проведение этих работ, но это не обязанность города, скажем так, а возможность при наличии финансирования. То есть правильно ли я понял, если приборы учета демонтировали, собственники обязаны за свой счет их восстановить и уже купить там и сертифицированные приборы и поставить за свои средства. Даже более того, они должны были обеспечить их установку. И нарушение с их стороны заключалось в том, что они не провезли своевременный ремонт. А сейчас очень важный момент, о котором говорил Александр. Софинансирование капитального ремонта. Еще раз поподробнее расскажите, что должны сделать жители, что должен сделать старший по дому для того, чтобы войти в эту систему софинансирования. Порядок проведения всех мероприятий для включения в программу софинансирования прописан в 575-м постановлении правительства города Москвы. Заявок подается достаточно большое количество. Количество бюджетных средств, выделяемых на капитальный ремонт городом по программе софинансирования, на субсидию, достаточно ограничено. Поэтому при рассмотрении заявок выставляются баллы. Сколько собственники готовы софинансировать, то есть своих средств вложить в ремонт в процентном соотношении, и какие работы они будут выполнять. Что касается затрат, если посчитать, сколько люди сэкономят на тепле, а оно дешевле не становится, оно с каждым годом все дороже, то эта экономия с лихвой перекроет те расходы, которые они потратят на то, чтобы принять участие в программе софинансирования. Опять же, это программа до 2016 года, пока возможно она будет продлеваться, и надо как можно скорее принять в ней участие. И тогда вы сможете решить практически все свои проблемы, при этом государство вам поможет. Депутаты местные могут помочь в выделении денег на капитальный ремонт? Могут. А каким образом? Дело в том, что муниципальным депутатам выделяются бюджетные средства, которые могут в том числе расходоваться на отдельные работы по капитальному ремонту. И в данной ситуации я бы порекомендовал обратиться к депутатам с вопросом финансирования разработки проектной документации для утепления входных вруб, чтобы уже на программу капитального ремонта идти с готовым проектом. Спасибо. Уважаемые эксперты, я хочу от каждого из вас услышать мнение, как быть нашим героем и жителем дома номер 3 по улице Досфлота, чтобы практически решить все их проблемы. Я только могу от всей души пожелать, чтобы у вас эта проблема как можно быстрее решилась, потому что от нее зависит ваше здоровье. А как известно, здоровье сейчас на самых высоких трибунах объявлено как один из главных приоритетов нации. Спасибо. Руслан. Я бы Андрею Владимировичу пожелал, чтобы у него не было повода дальнейшего обращаться в органы прокуратуры, чтобы на этом все проблемы жильцов этого дома были разрешены. Спасибо. Виктор. Нужно успеть попасть в программу. В этом году Московская дума примет уже другую программу о полном финансировании капитального ремонта. Но программа до 2016 года еще есть. И еще вот Александр сказал, что не менее 5%. И там идет выбор. Кто 5%, подождите. Есть люди, которые 6 предложили, а эти 10 предложили. Вот те, кто 10 предложил, мы их в первую очередь отремонтируем. А те, кто 5, могут и подождать, потому что жадные. Не жадничайте. Примите решение о 10%. И вы обязательно попадете в эту программу. Это сэкономит вам 90%, которые вы будете платить, если не попадете в эту программу. Ученый-эколог, пожалуйста. Да, тут в принципе, что говорить. Чем быстрее будут исправлены все недочеты, тем будет больше экономии, тем будет спокойнее, комфортнее жить и больше сохраниться здоровье. Мы проследим за тем, чтобы те мелкие огрехи, которые были выявлены в ходе осмотра, ДЭС устранил. Мы проконтролируем это и с нашим героем совместно. Да, оставимся на контроле. Я надеюсь, что мы все-таки эффект максимальный, который добьемся от этой программы, это включение дома программы со финансированием капитального ремонта. Светлана, поможете подготовить документы, поможете вступить в эту программу, войти в той программе, о которой говорил Александр сейчас, собрать все документы. Ну, все дома, которые к нам обращались, мы подготовили документы, обратились в департаменты. И вот в прошлом году мы собирали порядка на 10 домов, нам согласовали всего один дом. Там, где жители более инициативно, больше предложили 10 домов. Где жители будут обещать, что финансирование. Да, с финансированием было больше. Павел, мы смогли вам сегодня помочь? Огромное вам за это спасибо. Вы делаете огромное дело. Ну, по крайней мере, теперь вы будете экономить тепло и платить по показаниям прибора, а не по нормативам, которые значительно превышают. До установки этого прибора мы будем просить перерасчета платежей, потому что нам оказывается услуга ненадлежащего качества. По крайней мере, прокуратура на вашей стороне и всегда у нас сможет помочь в этом. Большое спасибо. Ну что же, о нашем телезрителям я хотел бы еще раз напомнить. Если ваш дом нуждается в капитальном ремонте, у вас есть несколько путей, как этого добиться. Не забывайте о государственной программе софинансирования и обращайтесь за помощью к муниципальным депутатам. Ну, а если у вас возникли проблемы и вы не знаете, как быть, звоните к нам в редакцию. Телефон перед вами на экране. Город доверия обязательно придет к вам на помощь. С вами был Андрей Ихвус. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»